Если тебе нужна 10 винда версии Pro, причем не сборка от Виталика с торрентов, в которой может быть все что угодно, а нормальная, то качай официальную десятку сайта Microsoft, устанавливай себе на компьютер, а ключ можешь купить на G&G Mall по ссылке в описании. И благодаря вот этому промокоду получишь скидку 30% вместо обычных 20. И уже после установки Windows, вот этот купленный ключ просто вводите в раздел активация в настройках Windows и все. Всем привет, вы на канале TGR. Сегодня первый в этом году выпуск вопросов и ответов, однако многие вопросы были заданы еще в конце декабря прошлого года. Но так как я болел и видео создавать был не в состоянии, правда я и сейчас немножко побалю, но уже полегче, поэтому сегодня наверстываем упущенное. Наливайте кто что любит и начинаем. Александр, видеокарта если не упирается в возможности своего ГПУ, либо своей видеопамяти, выдает столько FPS, сколько для нее подготовил процессор и подсистема памяти. Поэтому, когда ты смотрел тест 3060 Ti в Таркове, очень важно было уточнить, что там был за процессор установлен, какая частота оперативной памяти и не была ли активирована мультипоточность ядер процессора. Естественно, если видеокарта была загружена на 50% и выдавала при этом 90 FPS, значит при тех же настройках графики, при полной загрузке, она могла бы выдать все 144 кадра, что есть максимум для игры Escape from Tarkov. Насчет процессора i5-10400F, опять же важно, чтобы он стоял в материнской плате с чипсетом, который поддерживает быструю оперативную память. Этому процессору нужна память в 4000 МГц в двухканале, либо выше. Только тогда он будет выдавать все, что может. Он сможет подготавливать в Таркове порядка 100 FPS на уличных локациях. Иван Царевич, причина в одноканальной памяти. У твоего ноутбука чертовски низкая пропускная способность памяти, отсюда и проблема. Как я выше только что человек уже говорил, видеокарта либо может упереться в свои возможности, возможности GPU, либо выдает ровно то, сколько кадров для нее подготовил процессор и подсистема памяти. Поэтому независимо от настроек, у тебя 35 FPS, потому что эти графические настройки не перегружают видеокарту. В видеокарте процессор и подсистема памяти подготавливают всего лишь 35. Поэтому несмотря на то, какие настройки ты ставишь, как бы видеокарта-то не перегружается, и поэтому FPS ни ниже, ни выше, никуда не девается. Потому что процессор больше не подготавливает, а видеокарта могла бы еще нарисовать, если бы ей их подготовили. Упирается все именно в медленную оперативную память в твоем случае, так как у тебя там память в лучшем случае 2666 МГц, да еще и в одноканале. Это как 1333 в двухканале, к тому же всего 8 ГБ. То есть вообще память у тебя ни о чем для 2022 года, просто-напросто. Ты заблуждаешься, если думаешь, что проблема только в Таркове. Это значит, что ты не пробовал на этом компьютере, ноутбуке в данном случае, играть, например, в Arma 3 или там, скажем, Squat. Ты сравниваешь работоспособность Таркова, то есть ПК игры, а не консольного порта на ПК, с какой-нибудь консолятиной, типа быдлофилии. Или может быть Call of Duty, которые разработаны под железо консолей старого, 8-го поколения. У которых подсистема памяти как раз как у твоего ноутбука, то есть тоже такая же медленная. Поэтому, естественно, старая консолятина на этом ПК будет работать нормально. А вот современным ПК-играм, не консольным портам, а именно ПК-играм, ПК-эксклюзивам, скажем так, нужна хорошая подсистема памяти. И точно такие же требования будут у игр, которые разрабатываются только под нынешнее 9-ое консольное поколение. Например, Stalker 2 у тебя, когда он выйдет, будет тормозить точно так же, как и Тарков. Или там, Arma 3 или Squat. Потому что проблема в подсистеме памяти твоего ноутбука, а не в играх. Но пропускная способность памяти в 22 ГБ в секунду, как у тебя сейчас, это очень мало. Это компьютер образца, я не знаю, 2015 года, тогда это было нормально, но не сейчас. Сейчас надо минимум 40 ГБ в секунду. То есть, как минимум, у тебя должен быть двухканал с такой частотой памяти. Поэтому, к сожалению, проблему эту не решить. Потому что, если у тебя нет второго слота памяти, то двухканал взяться тут просто неоткуда. Только менять ноутбук полностью. Вообще, если ты не носишь его с собой, то покупать ноутбук вместо стационарного ПК крайне неудачная затея. Ноутбук это исключительно портативное устройство, а не устройство для постоянного использования дома. В противном случае, брать нужно именно игровой ноутбук, где учтены все нюансы, которые влияют на производительность в играх. А это уже никак не может быть суперкомпактным устройством. Игровые ноутбуки всегда большие, тяжелые и практически не работающие от аккумулятора в играх. То есть, им постоянно нужно подключение к сети. Спрашивается, нафига он тогда нужен? Если ты его с собой никуда постоянно не носишь, просто поставь стационарный и все. Павел Ярцев, приветствую и спасибо за поддержку канала в полтонны. Если тебе нужно устройство просто для хранения или игр, которые не требует быстрый носитель, то возьми обычный SATA 3 SSD и не парься. Брать можно совершенно любой. Уже и на Алике, в целом все SSD отличные. Уже давно там гвозди, приклеенные корпусом, не продают, как было когда-то там лет 10 назад. Работают годами, лично на себе проверил многие. Например, в описании есть таблица Алиэкспресс для игрока, там есть ссылки на SSD. Можно брать смело, я их на себе проверял в том числе. У меня их много, стоит сейчас в разных ПК. Например, вейджинта на 1 терабайт у меня работает уже пару лет в моем рабочем ПК. Шишколобый гнидозавр. Во-первых, ты явно где-то ошибся с частотой памяти, так как на Zen Plus невозможно заставить работать память на частоте 4133 МГц. Если вдруг ты опечатался и на самом деле там, например, 2133, то это, конечно, большая проблема. У райзенов частота шины процессора напрямую привязана к частоте памяти, особенно это в Zen и Zen Plus. Zen Plus наилучшей частотой для стабильной работы процессора является 3433 МГц в двухканале, не больше и не меньше. Если больше, то будут проблемы, постоянно может вываливаться в синий экран, а если меньше, то, соответственно, шина будет медленнее работать, чем могла бы. Если будешь менять процессор, то Intel 11400F память нужна 3733 МГц в двухканале. Касательно самой регистрации урона, если в онлайне, то от твоего железа там вообще ничего не зависит практически. Наносимый урон регистрирует сервер игры, а не твой компьютер. Поэтому даже если у тебя на клиенте, то есть у тебя в игре ты видишь, что ты попал, то это вовсе не значит, что сервер это тоже увидел. У Таркова крайне кривые сервера, и у меня даже был ролик, еще года два назад я его выпускал, который примерно так и назывался «Главная беда игры Escape from Tarkov». Там я прям наглядно показал, что, допустим, я выстрелил в какой-то объект, и у моего напарника, мы с ним вместе как бы шли, он видел, куда я выстрелил, и он заскринил специально для меня, скрины делал. И у моего напарника эти выстрелы всегда были на 10-15, а то и 20 сантиметров в какую-либо сторону от того места, куда стрелял я и где видно этот выстрел у меня. Например, я выстрелил в какой-то объект, а у него там на 20 сантиметров левее выстрел произошел. Вот такая вот фигня. То есть, допустим, ты в голову персонажу стреляешь, а на самом деле сервер может увидеть, что ты выстрелил левее головы. Чего уж там, у них до сих пор вон в игре нет сетевого выравнивания, о чем там еще говорить. То есть, ничего не поменялось с 2019 или 2020 года, когда я снимал то видео. Инструктор. В целом ноутбук этот вполне Таркова вывозимый, если действительно там два модуля, работающих в двухканале на частоте 3200 МГц. Это очень даже неплохо. Хотя для Zen 2, на котором построен процессор этого ноутбука, надо бы 3600. Но 3200 это, так сказать, психологический минимум, и на ноутбуке, к сожалению, память не разгонишь. На среднем пресете настроек, то есть просто берешь вверху настройки, там такая полосочка есть, выставляешь средние, принимаешь, перезагружаешь игру, ничего больше руками в настройках не трогаешь. Вот это вот средний пресет настроек. В Full HD на этом можно будет играть в Тарков вполне неплохо, но только с подключенной зарядкой и выставленным режимом максимальной производительности, как в самой винде, так и в настройках панели Nvidia. Кувыркни Шиваева Нидзев, поздравляю, ты очень удачно продал свой старый ПК, раз настолько всего хватило денег с его продажи. При этом графическая подсистема твоего нового Xbox превосходит видеокарту, что стояла в твоем компе. А процессор так и вовсе тут чуть ли не в два раза более производительный. Я уж молчу про скорость памяти, которая установлена в Xbox. Плюс еще и новый монитор. В общем, поздравляю с покупкой. Если не интересуют эксклюзивные ПК-игры, то этот Xbox Series S это отличное игровое устройство за минимальные деньги. Для тех, кто пропустил, на моем канале есть много роликов про Xbox Series S. У меня самого он тоже есть. Есть подробнейший мой обзор, который, по словам зрителей, которые его посмотрели и там написали, лучший среди всех русскоязычных обзоров этой приставки вообще, а он аж там на целый час вышел. Разбит по разделам, в общем, рекомендую ознакомиться. Ну а купить приставку на 5-6 тысяч рублей дешевле, чем в России, вы можете по ссылке в описании в таблице «Игровые приставки». Там же есть промокод на скидку. Приставка со всеми доставками и налогами выходит около 27 тысяч рублей. В то время как в России она сейчас стоит около 32-33 на данный момент, да еще и мало где есть в наличии. Сразу же уточню, что да, сам я тоже покупал приставку там же, где и вам рекомендую по ссылке. Ролик об этом выходил в ноябре. Он лежит там, по-моему, так и называется, Xbox, там за 27 что-то около того. Там как раз я показал свой Xbox, который я покупал в России раньше, еще в марте, и показал Xbox, который мне пришел с компьютера «Юниверса», где я вам рекомендую его купить. И после этого видео я еще две штуки заказывал. Одна, кстати, уже приехала и ее получил владелец, который мне попросил заказать ее там, потому что дешевле, блин, на 5-6 тысяч рублей, чтобы не заказывать. А вторая вот едет уже где-то на границе, подходит. Суть в том, что если вы там покупаете, на 5-6 тысяч рублей дешевле, на сэкономленные эти деньги вы можете купить, например, второй геймпад, или там подписку на, не знаю, года на три, наверное, можно купить, если хорошо поискать. И знать, где покупать, конечно. В общем, 5 тысяч рублей на дороге явно не валяются. То люди там за соткой рублей гоняются, а то 5 тысяч для них не деньги уже. Повторяю, ссылка есть в описании в таблице «Игровые приставки». И еще один вопрос от этого же человека. Смотри, для начала тебе нужно убедиться, не установлена ли вся память 16 гигабайт одним модулем. В последнее время все чаще производители ноутбуков удешевляют производство, и вместо двух модулей по 8 гигабайт ставят просто 1 на 16. Типа и так сойдет. Суть в том, что один модуль на 16 стоит дешевле, чем 2 по 8, поэтому они так и делают. В общем, сначала надо с помощью программы CPU-Z убедиться, что модулей там точно 2 по 8 гигабайт. Там это можно увидеть в разделе «Мемори». Там можно прям по слотам пощелкать, типа слот 1 такой-то модуль стоит, слот 2 такой-то. Если, допустим, там будет написано «слот 2 пусто», а слот 1 16 гигабайт, значит, естественно, все стоит в одном модуле 16 гигабайт. Это плохо. Если все-таки модулей 2, то тогда уже приступать к попыткам отключения SMT, то есть одновременной мультипоточности ядер процессора. Сделать это можно попробовать в программе Ryzen Master. Она скачивается с официального сайта AMD. В этой программе можно настраивать разные профили работы системы, в том числе управлять одновременной мультипоточностью ядер. Ее там можно отключить. Правда, я не могу точно сказать, можно ли это сделать на всех ноутбуках, или на каких-то это может быть, допустим, заблокировано, не знаю, только проверять. Но если все-таки выяснится, что модуль памяти там 1 на 16, то тут однозначно придется докупать второй модуль, причем он должен быть точно таким же по объему, то есть тоже на 16 гигабайт и такой же частоты. Либо просто купить два модуля по 8 с частотой 3200, а этот модуль на 16 продать. Александр, магазин Computer Universe ничем не отличается от любого другого магазина. Товар там точно такого же качества, как и везде, с точно такими же рисками какого-либо заводского брака. Потому что магазины сами ничего не производят, думаю, это понятно, производят производители и потом распихивают их по магазинам. Соответственно, риск получить брак абсолютно точно такой же, как в любом другом магазине. Рискованно ли покупать там? Для меня лично нет. Когда я покупаю какое-то устройство, вообще в любом магазине, не важно, будь то видеокарта, процессор или приставка, я вообще не думаю о том, что вот именно мне обязательно должен попасться брак и мне там что-то придется куда-то отдавать. Мне вообще на это наплевать всегда, вот просто наплевать. Я вообще об этом даже не думаю, у меня мыслей даже таких в голове нет. Я просто покупаю и пользуюсь. Это касается любого, повторюсь, магазина, а не только этого. Но конкретно на Computer Universe я потратил уже в общей сложности около 650 тысяч рублей на покупку процессоров, видеокарт, оперативной памяти, приставок. Большинство из этих покупок фигурируют у меня на канале в роликах. И скажу я так, что я ни в одном российском магазине столько денег не потратил, сколько в этом. И как ты видишь, я почему-то не испугался, что я на столько денег могу там попасть, покупая там и получить брак или там еще что-то. В любом случае гарантийные обязательства там, конечно же, также есть, как и везде. Я и дальше буду покупать в этом магазине, пока там такая большая разница в цене. Потому что я не вижу никакого смысла переплачивать 10-20 тысяч рублей за какую-нибудь там видеокарту при покупке ее в России. Нафиг оно мне надо? Из-за гарантии тратить 20 тысяч рублей. Я не совсем поехал сюда. Единственная проблема, которая для меня, например, и не проблема, это клавиатура. Она на ноутбуках там без русской раскладки. То есть писать ты, конечно, сможешь по-русски, но на кнопках нету надписей. Я уже три года пользуюсь клавиатурами на компьютерах без русских букв вообще. Потому что все клавиатуры куплены не в России. Набираю текст полностью вслепую. Могу не смотреть вообще ни на монитор, ни на клавиатуру. Могу в сторону голову отвернуть и набирать текст. Ну, так у меня пальцы уже приучились. Они сами знают, куда нажимать. Причем, когда мне надо посмотреть на клавиатуру или нажать какую-то конкретную кнопку, типа, а где у меня тут буква B? Я вот сейчас смотрю в данный момент, пока записываю. Я понятия не имею, где у меня на клавиатуре буква B русская. Но когда я набираю текст, пальцы сами знают, где она находится. Вот так это работает, когда привыкаешь. Если для тебя отсутствие русских букв на клавиатуре это проблема, то продаются специальные наклейки. Они там не бумажные, ты не подумай. Они там такие типа пластиковые, они не стирающиеся, как правило. Во всяком случае, которые я видел, они были прям отличные. То есть ты наклеиваешь их прямо на кнопочки, у тебя там будут сразу и русские, и латинские буквы. В общем, бери ноутбук и не парься. Тем более, что у большинства производителей официальная гарантия действует во всех странах, где их товар официально продается. К примеру, продается этот ноутбук в России официально и там. Как правило, в России у тебя по гарантии могут его принять в официальном сервисном центре. Уже много раз говорил и повторю еще раз, что гарантию дает не магазин. Когда ты что-то покупаешь, и ее дает производитель этого железа. И когда ты что-то сдаешь по гарантии в магазин, где ты это купил, то магазин просто сам отвозит твой товар в официальный сервисный центр. И тратит на это гораздо больше времени, чем если бы ты сам это сделал. Поэтому отдавать товар по гарантии в магазин – крайне неудачная затея. Вы можете его там прождать дней 45. По закону максимум 45 дней. Вот они все 45 дней могут его там держать. Говорю это как человек, 5 лет проработавший в магазине. ВАК-26 РУС. Спасибо за поздравления и пожелания. К сожалению, до сих пор никак полностью переболеть не могу, но в целом работоспособен. Насчет Таркова – да. Я в роликах говорил, что очереди – это просто полная срань. Это вообще неприемлемо в платной игре, как по мне. Это можно простить в каком-нибудь там, я не знаю, донатной фритуплейке, где по сути сервера оплачивают только донатеры, кто донатит в игру. Но игра продается за деньги в данном случае. А человек, который купил игру, не может не то, что в нее просто поиграть, а тупо даже зайти в нее не может. Он должен именно для захода ждать очереди. И чтобы зайти в игру, когда игрок сам этого хочет, а ему не дают, это вот просто полная срань. Особенно смешно выглядят сильные заявления разработчиков уже после новогодних праздников, когда игроки вернулись на учебу или работу и значительно снизили загруженность серверов. А разработчики пишут, мол, вот смотрите, какие мы молодцы, мы проводим технические работы на серверах и теперь все хорошо. Я сразу же выложил после этого пост о том, что это полный бред. Никто никакие работы не проводил, потому что очереди пусть и поубавились, но они остались на месте. Вечерами до сих пор там 25 тысяч очередь запросто можно увидеть. Сервера как сыпались с ошибками бэкэнда, так и сыпятся. Просто в меньших количествах, чем раньше, но не потому, что разрабы там что-то и правда починили, а просто потому, что игроков в пиковой нагрузке сейчас меньше. Тупо из-за того, что выходные большие кончились и играть стали реже. Вот и все. Касательно кибер-козлетов, да, в игре с этим полная дичь. У меня есть 400 выпуск, который стоило посмотреть тебе до того, как ты решил купить игру. Выходил он еще летом. Там как раз весь ролик об этом был. Ребята, этот выпуск получался более получасно продолжительностью, а как показывает статистика канала, такие ролики зрители моего канала смотрят едва ли до середины, до конца вообще досматривают единицы, поэтому я разделил данный выпуск на два. Следующий выпуск с остальными ответами выйдет через пару дней. К тому же, пока монтировал выпуск, уже после записи ответов пришло еще несколько вопросов. Вот как раз их тоже вставлю в следующий выпуск. Большое спасибо всем вам, ребята, за поддержку. Спасибо всем, кто подписан на Бусти. Благодаря всей вашей поддержке я имею возможность покупать железо для тестов, которые периодически выходят на канале, а также игры для тестов и обзоров. Загляните в описание, там полно полезных ссылок на игровые компьютеры, ноутбуки, приставки, таблицу Алиэкспресс для игрока и мои другие каналы. Спасибо за просмотр и пока.